Ребят, дорогие мои зрители, привет всем огромный! Ну что, вышло новое уже такое существенное видео у Сявки «Дорогу к мамке», как было написано в названии у очередного шедевра Адамяновского мы обсуждать не будем, там нечего, что обговаривать Ну вот, посетил наконец-то свою шупиздяйку И здесь есть на чем остановиться В самом начале, парочку, буквально секунд, сделаю вам объявление Ребят, спасибо вам большое, что поддержали И сразу же отреагировали на сбор, который мы вновь объявили для МИИ Собрали кучу просто денег Есть уже 35 тысяч, осталось пятерочка всего лишь Осталось собрать 5 тысяч, поддержите, кто еще этого не сделал Я обращаюсь сейчас к своим зрителям У меня вся надежда только на вас Может кто-то не услышал, может кто-то не в теме Собачка Мия, наша с вами подопечная Подопечная нашего канала, которую мы ставили на ноги Делали протез, оперировали И сейчас проходит реабилитация у МИИ Ребят, совсем осталось чуть-чуть, 5 тысяч гривен В описании ссылочка, карта, монобанка, пайпал, все там есть Каким удобным способом, такими поддержите 10, 20, 30, 50 гривен, кто сколько может Хоть по капельке И вот эти все ручейки, стекаясь, превращаются в огромное море Море любви, позитива, помощи страждущему животному По поводу Барика вы мне даете очень много советов Анжелика, вот надо его забрать Барика Надо его украсть Ребят, я вам так скажу, не сходите с ума На мои слезы Вот эта вся дебилоидная шайка-лейка Реагируют Вот эти вот чокнутые Прихлебатели куколки бегают И обзывают меня истеричкой Я истеричка, потому что переживаю за животного И реально взялась помогать ему Плачу, думаю о нем Все пропускаю через себя Не могу выбросить из головы Поэтому я истеричка Вот мы с вами ненормальные А они все нормальные Я вам новость скажу Я позвонила сегодня в центр Узнать официальную информацию За сколько проплачено за Барика В реабилитационном этом центре степап И мне сказали, что запретили им говорить Такую информацию Можете себе представить Узнавайте все у Кристины Вот, девочки, пока ответа нет Я это говорю как есть, по факту Кристине я написала Кристина, за какой период вы оплатили за Барика Нужно отчитаться перед зрителями Пока молчок Я очень надеюсь, Кристина Гарик отслеживает каждое мое слово Что все-таки вы услышите меня И не Снежинской А зрителям, моим зрителям Которые вам деньги собрали На минуточку Вы все-таки ответите Куда были потрачены эти деньги И заплатили вы за месяц реабилитации за Барика Или нет И мой совет Продолжает быть актуальным Покажите сначала собаку Грамотным специалистам высшего класса Например, в Генесис Есть ли смысл в этой реабилитации Или нет Может что-то можно исправить операционным путем Может можно Барика еще поставить на ноги Я уверена, что вы этого не сделаете И также я уверена, что вам всем плевать на эту собаку Ну, как будут развиваться события В любом случае, я вас уверяю Я узнаю Руку на пульсе мы все девочки держим А сейчас обзор, как я вам и обещала На последнее видео Сявки Адамяна У мамки в квартире Которая сама уже практически не может себя обслуживать Его не было Вы все знаете, он был на гастролях Ну и вот он появился у матери в квартире Здрасьте Он не зашел в комнату к ней Он не обнял ее Он не проявил какие-то позитивные эмоции Он не улыбнулся Мамка, ну шо ты? Привет! Ну как дела? В тебе все хорошо? Ой, как ты хорошо выглядишь? Яка ты молодец! Ты шо постриглась? Боже ми А ну зрители подавиться на мою маму А ну скажи Ну правда молодец? Я бы была ошарашена Если бы я такое услышала И сейчас В этот момент Когда я сейчас критикую Я бы сейчас пела Дефирамбы Сявки И говорила Блин, неужели? Неужели я вижу нормального человека? Сявка, это ты? Я тебя даже Самвелом начну называть Не, ребят Ничего этого не случилось Нет, не обольщайтесь Это мои бурные фантазии Он не зашел в комнату Он сразу попер на кухню Шо ты там забыл на этой кухне? Какого хрена Ты постоянно лезешь в этот холодильник? Шо ты там хочешь увидеть? Ну вот что такого интересного Там может происходить? То, чего ты никогда не видел Опять и снова, девочки Бедрушки жареные Вот как опустына сыра Ложить в холодильнике Мамка готовилась Тареляка креветок купленных Холодец Холодец варила Ну, то варил холодец История об этом умалчивает Сейчас мы разовьем эту тему Я так подозреваю, что это вообще Дело рук Зины Потому что я думаю, что вы Мои дорогие зрители Так же, как и я Все вместе дружно обратили внимание На то, как Выглядит мама Херяма Переодетая Приличная платьица Ноги в носочках, ребята Постриженная Волосы вымыты И даже бледно Чуть-чуть еле-еле Заметен след помады на губах Не морковкой такой яркой Свисток нам улюбала Да, так, как любят Цибоботань Нет Все в меру Прослеживается прямо Девочки Тень такая, знаете От Гамлета Рука Зины Конечно же Имеется в виду Поэтому Я таки про холодец Себе подумала Ну, то такая Неважно, кто ей говорит Давай, сынок Дежурна фраза Шупечка И зрителей навчила Она, в принципе, раньше Никогда вообще Не предлагала есть Чай пить Вообще У нее понятия такого не было Зрители долбили Дятлами Мозг На протяжении Многих-многих лет Девочки Таки выдрессировали Эту херяму И теперь Ток Семка переступает Пару Давай, сынок Там яйца Я варила Я тебе курочку Готовила Я старалась Я приготовила Давай, поешь Давай Давай, сынок Давай, поешь Мы все услышали Галочку поставили Настоящая Любящая мамаша Не, не надо, мама Спасибо Я сытый Я дома пою Женка Накаруэла Кокочка Як там Зустрим Тебе Сявка Я вообще Почула Девочки Шо це було Уже Самвел За тобою Не первый раз Предательство Замечается Но только Не по отношению К котам А тут Хопа На И здесь Уже Ты обозначился Де не поси Там и в роде Да, сявка Вообще Если человек Предатель Какая разница Он будет Предателем Во всем И даже Кот Томас Тот С которым Ты прошел Долгие годы Своей жизни Были разные Ситуации Негатива Позитива Было много И канал Даже назван Не только Савелий Ад Но и Томас Да Томас Он владелец Канала Благодаря ему Твои первые Видео Тоже пользовались Популярностью И Томас Был главным Действующим Лицом На твоем канале Да это Давно Дела Давно Минувших дней Ребята И тем не менее Я слышу Сейчас Уже Отсявки Томас Уже Да Отвык Отмене Вообще Не мій Кот Уже Він Ото С Колёю Він Привык В смысле Это твой Кот В смысле Как ты так легко Можешь отказаться От животного Как это у тебя Получается Так ты тогда И от квартиры Откажись Там Коля Привык Коля Привык До всего Твого А ты Переселяйся До Сайга И живы В той квартирке А чё пи не Сявка У меня Ребят Вообще Ощущение Что он Этого Сытника Побаивается Да Я не ошиблась Я не оговорилась У него Есть какой-то Страх И Кокочка Очень Тонко Уловил Этот Сявкин Страх Страх Потерять Николетту Он Прощает Ему Всё Все Его Выходки Он Потакает Всем Его Вот этим Вот Желанием Хотелкам Он Его Одевает Обувает С ног До головы Он Тратит На него Тысячи Десятки Тысяч Долларов Не только На него На всю Его Семью Он Как Дрюлька Оборзел Все Видели Такой Уверенный Хлоп Снежин Скахай На Винок Собирай Дрюльку Прикры Прикры Семки Семки Связи Чмошник Ты Гребаный Господи Правда Смешно Дивиться На тебя Придурка Просто Вообще Семка Ты знаешь Я бы тебе Дала Очень Хороший Такой Правильный Совет Если бы Ты хоть Один Раз Поставил Этого Коку На место Пусть бы Он Боялся Тебя Потерять Поверь А он Тоже Очень Боится Потерять Твой Жирный Кошелечек И твою Золотую Карту Ты еще От него Так просто Не избавишься Даже Если Сильно Захочешь И Вот Эту Ситуацию Что Николета Тобой Маніпулирует Можно Переломать В один День Просто Вот так Через Колено Его Понимаешь Ну В тебе Пуки Не хватает Да Гарик Ты знаешь Что такое Пуки Не хватает Вже Вывчив Смысл Поняв Что Воно Таке Ой Ребята Почему Я так Сейчас Говорю Про Митрофанушку Уошника Ну Что тут У тебя Мама Чего Тебе Коля Ни разу Не приходил Не проведу В тебе Боба Таня Каже Так Він Не тільки Не приходил Він Ни разу Даже Не Подзвонил Шо Отвит Отвит Отчего Васильевна Ну Трошки Уже Людина По старости Не соображай Девочки Там Платы Все Погорелы Вона Не вмия Правильно Отвечать Утем Сам Вел Я Ему Сказала Ты Чего Меня Спрашиваешь Вообще Ты Иди Спроси Я Должна За Его Поведение Отвечать Я Немножечко Там В самом Начале Почитала Комментарии Зрителей Усяпки На канале Ребят Там Очень Много Пишут Люди Шо А шо Шо Поскольку Он Обсырала Колькиных Родителей И бабушку Олю И правильно Делает А другие Зрители Пишут Так Николета В инстаграме Девочки Я туда Честно Вам Вообще Не хочу На него Смотреть Они Мне Так Опротивили Эти Сытники Вот Блевотина Лужа Рыгачек Верите Вот Это Вот Сытники Так Говорят Зрители Что В инстаграме Кока Огрызается Когда Ему Такие Вопросы Задают И Говорит А че Я должен За бабой Таней Там Переживать Ухаживать Ездить До Неи У Неи Есть Но Зина Надька Доця Ирочка Хай Вони Ухаживают За нею Причем Тут Я Вы Прекрасно Знаете Как Я Отношусь К Шупечке Но Очень Многие Зрители Меня Не Понимали Я Сто Раз Объясняла И Сейчас Буду Продолжать Стоять На Своем Как Бы Вы Не Относились К Человеку Какой Он Этот Человек Не Был Негативный Есть Факт Неоспоримый Это Старая Больная Бабушка Это Живой Человек Живой Вон Анонемично И Не Надо Мне Рассказывать Что Она Придуривается Нет Я Прекрасно Вижу Когда Она Придуривается Когда Она Действительно Не Может Она Уже Не Так Четко Соображает Она Даже Уже Плохо Изъясняется Плохо Выражает Свои Мысли То Что Она Зрение Потеряла За Полгода Да Мы Это Тоже Все Видим Говорит О Там Читала Все В Телевизоре Сейчас Ни Хрена Не Видит Я Согласна Севка Это Все Сахар Девочки Разрушения И Дальше Будут Еще Более И Более Значимое И Заметное Как Она Ходит Ей Тоже Очень Тяжело И Просто Даже Если Тебе Это Все Претит Не Нравится Из Жалости Да Да Я Знаю Что Это Не Самая Лучшая Чувство Человека Из Жалости К Старости Просто Пожалей Ну Просто Пожалей Позвони Спроси Может Что-то Надо С Магазина Привезти Завези Может Надо Какую-то Услугу Оказать Мусор Вынести Хотя Баба Таня Слышу Сама Выносила Там Своей Прокладки А Может Ей Плохо А Может Ей Помощь Нужна Ты Врач Гребаный Или ты кто Вообще Фельдшер Неважно Ребят Он учился Учился Он закончил Этот колледж Да А может Она лежит Там Трупиком Она Нечаянно Когда Севка Был На Гастролях Набрала Его номер Больше Она Не Звонила И Сявка Матери Своей Ни разу Не Позвонил Ни разу Можно Хотя Услышать Голос В трубке Старого Больного Человека И спросить Васильевна Ну вы там Живи Здорови Как Ваши Дела Васильевна Шо Вы спали Ели Вы ж Девица Васильевна Завтра Самбел Приезжает Девица Хоть за сутки Сахар Держить Вдор Хоть Что Нибудь Хоть Два Три Пять Слов Можно Человеку Живому Человеку Еще раз Вам Говорю Старому Немечному Можно Сказать Это Что За Бездушие Такое Что Это За Железобетонная Плита Как Можно Я Не Знаю Вы Меня Можете Обзывать Оскорблять Как Угодно Истеричка Я Больная Еще Как Я Таких Как Я Людей Очень Много И пусть Я Больная Все Время Реву Я Никогда В жизни На Произволяще Не Можу Людину Покинуть Там Мне Много Закидонов Пишут Всегда Я Конечно Блокирую Всех Этих Чокнутых Людей Ты Маму Свою Оставила Другие Выблядки Пишут Вон В доме Престарелых Снежинской Мама Хочется Сказать Суки Дай бог Чтоб у вас Был такой Дом Престарелых Как у Моей Мамы Дай бог Чтоб вас Так Оставляли Дети Как я Оставила Свою Маму С Тремя Няньками С Тремя Моей Квартире Я Не Смогла Бы Даже Ту Самую Хиряму Как бы Я К ней Не Относилась Просто Так Вот Оставить Без Внимания Живи Как Хочешь Делай Что Хочешь Похрен Вообще Насрать Кока Это Твой Портрет Это Твоя Характеристика Все Эти Поступки Бездействия Характеризуют Только Тебя Как Человека Для меня Все Давным Давно Понятно Может Быть У Некоторых Зрителей Еще Откроются Глаза На Вот Этого Чмошника Кокотьку Бусинку Насю Поделилась Шупечка Сыночком Своим Про Разговор Свой С Дочерью Ирой Ирочка Звонила Самбелка Привет Передавала И Казала Чого Тонать Кабу До Сюда Их День Рождения Свой Праздновать Неужели Ей Не Хочется Сказала Ира В Телефонном Разговоре С Матерью У Себя Дома Отпраздновать Со Своими Друзьями Соседями Все Люди Знакомые Родные Да Что Это Такой Зачем Переться К Чужим Хрен Знает Куда Чужой Город Хоть Молчит Выглядыш Знаешь Почему Она Хорошо Выглядит Потому Что Тебя Кишкомода Не Было Целую Неделю Никто За Нервы Не Дергал Не Трепал Эту Нервную Систему Она Была Уравновешена Спокойно Никто Не Орал На Нее Не Обзывал Последними Словами Не Придумывал Ей Какие-то Позорные Кликухи Которые Потом Подхватывают На Всем Ютубе И Обзывают Твою Мать А Ты Потом За Это Ж Вы Рыщиш На Зрителей Автор Всех Гадостных Слов В Адрес Матери Ты Мерзопакостное Создание Да Она Жрала Девочки Потому Что При Вопросе Какой Сахар Мама Девочки Три Раза Перепитываю Она Конечно Увиливает Не Отвечает Высоковатый Да О Ты Знаешь Самбелка Что Я хочу Йсти Водичку Пью О Такий Огирок Возьму Почищу Е О Сахар Скок Я сидела И думала Думаю Интересно Получится Ушупы Все Таки Уйти От Ответов Она Ж Николи Не Отвечает Я Котаю Уш На Сковородке Понимаете Мама Який Сахар Одиннадцять О Тоб Зараза Такі Полоськи Дорогі А Якщо Я Провір Каже Сявка Провірить Та Не Надо Каже Сейчас Провірю Двенадцать И Шесть Ребята Оце Такий Сахар Конечно Я Тоже Прекрасно Понимаю Жрала Она Все Подряд Все Что Не Приколочено Уже Отвела Душу Сявки Нема Кока Не Приезжай Девочки Никто Не Контролирує Красота Девочки Жизнь Малина Вила Скільки Могла Я Так Думаю Ребята И Днем И Ночью Двадцать Четыре На Семь Топтала Баба Таня Этим Самым Добивая Себя Народ Это Правда Уже Потихоньку Она Слепнет И Выглядит Она Неважнецки И Со слухом У нее Проблемы Ну и Напоследок Своего Визита Конечно Сыночек Не мог Спокойно Уйти Из Квартиры Опять Ор Опять Крики Вот Отдам Тебе Будешь жить В том Доме Чтоб За тобой Ухаживали А Осліпнешь Будешь Унитаз На Помоцьке Шукать А Потом Ногу Тобі Одріжуть Бо Буде Гангрена А Потом Останешся Без розуму Вообще И шо С тобою Тодіра Быть Отака Участь Тебе Ожидаєй Гав-гав-гав Гав-гав-гав Это Бесполезно Все Это Бесполезно Последний Раз В Миллионный Наверно По счету Говорю Если Ты Хочешь Эффекта Контролирующий Орган Рядом Живой Человек С Медицинским Образованием Если Ты Правда Хочешь Чтобы Мать Твоя Была Насколько Это Возможно Здорово И Если Ты Хочешь Продлить Ее Годы Я Этого Не Наблюдаю Правильно Ты Сказал В конце Своего Видеоглока Вот Так Пришел Контент 20 минут Снял Мамку Вам Поснимал Все Хватит Мамкин Канал Развертаюсь Все Я Ухожу Я Свою Жизнь Тут Класт Не Буду На Тебе Понятно Так Мы Тебе Об Этому Уже Года Четыре Говорим Ты Все Ерепенился И Говорил Что Мы Такие Закие Брехуны Что Мы Ничего Не Понимаем А Ты Даги Сыночек Заботливый Ну Что Наконец То Ты Признался Да Сявка Как Дело Обстоит На Самом Деле Люди Всегда Пишут Правду То Что Думают Зрители Именно Что Ты Показываешь Такой И Отклик Ты Читаешь В Комментах Что Посиешь Сявка Ты И Пожнешь Вот Так Я Тебе Хочу Сказать Я Думаю Тебе Даже Выгодно Будет Показывать Свою Мать Когда Она Сляжет Еще Хуже Будет Ее Здоровье Девочки Я Не Хочу Ничего Придумывать И Фантазировать Знаете Притягивать Какой Негатив По Здоровью Васильевны Пусть Она Будет Здорово Я Всегда Это Говорю Пусть Она Будет Здорово И Пусть Она Живет Еще 50 Лет Дай Бог Но Ему Не Дай Бог Что Плохое Ему Даже Будет Это Выгодно Снимать И Показывать Представляете Какой Контент Даже Если Она Нихера Понимать Не Будет Придет Порет Побегает Туда Сюда По Хате По Комнате Туда Сюда Поснимает 20 Минут И Уйдет До Кокотьки Сделай Ему Взбучку Вот Этому Подлецу Это Же Безответственность Оставить Старого Человека Вообще Без Всякого Внимания Ребят И Засними Вот Это Контент Будет Сявка Представляешь Когда Ты Люлей Кокотьки Вставляешь И Снимай На Камеру Одновременно Аплодировать Тебе Будут Все Зрители Стоя Уже Наслухаешься Комментов Ой Яких Хороших Тебе Понравится Сявка Зуб Даю Девочки До Скорых Встреч Жду И Ваших Комментов У Себе Под Обзором Пока До Завтра